Глава 9. В этой команде нет места тем, кто умеет красиво проигрывать. Нам нужны крутые парни, которые пойдут и победят. Адмирал Джонас Ингрэм, 1926 год. Сделав все, что может сделать пехота на равнинной местности, мы перебрались на крутые канадские скалистые горы, чтобы заняться там другими делами. Лагерь имени сержанта Спуки Смита располагался между вершинами Гудхоуп и Уэддингтон. Он был намного меньше лагеря имени Курье, другим был и антураж. Но так ведь и третий полк успел сократиться, нас осталось меньше четырехсот, а в самом начале было свыше двух тысяч. Наша рота усохла до взвода, батальон до роты, но названия сохранились, как и должности. Зим по-прежнему числился командиром роты «Эйч», а не взвода. Закономерно выросла доля индивидуальной работы с личным составом. Капралов-инструкторов у нас теперь было больше, чем отделений, а сержант Зим, имея под началом пятьдесят человек вместо двухсот шестидесяти, многоглазым аргусом денно и нощно следил за каждым из нас, даже когда отсутствовал в лагере. И уж он непременно оказывался за твоей спиной, если тебе случалось напортачить. Однако головомойки приобрели характер чуть ли не дружеского внушения, не став, впрочем, приятными для нас, ведь не только полк изменился, но и мы сами. Четыре пятых отсеялись, но остававшиеся были без малого солдаты, и Зим уже не ставил целью прогнать нас через перевал, а старался только получше обучить военному делу. Теперь мы гораздо чаще видели капитана Фрэнкеля, но он уже не сидел за столом, а натаскивал нас, причем всех знал по фамилии и в лицо, будто у него не голова, а картотека, куда заносятся успехи каждого курсанта, в изучении каждой системы вооружения и каждого боеприпаса. Это не говоря уже о взысканиях, медицинских показаниях и поступлениям писем от родных. С нами он не был так суров, как Зим, слова выбирал помягче, и надо было здорово досадить ему тупо умем, чтобы с его лица сошла приятная улыбка. Впрочем, не стоило обманываться. Под дружелюбной маской пряталась бериллиевая броня. Я так и не решил для себя, кто из этих двоих лучше солдат. В смысле, если убрать знаки отличия и представить их в роли рядовых. Разумеется, оба знают и умеют больше любого инструктора, но все-таки чьи солдатские качества выше? Зим все делает стильно и точно, точно на параде. Стихия капитана — это порыв, азарт, как в игре. Результаты были почти одинаковы, но нам нипочем не повторить работу Фрэнкеля с такой же внешней легкостью. Избыток инструкторов сослужил хорошую службу. Как я уже и говорил, на ровной местности передвигаться в бронескафандре легко. Несложно и в горах прыгать на ту же высоту и длину, но не всегда. Попробуйте взмыть вдоль отвесной гранитной стены между двумя тесно стоящими елями и в последний момент форсировать двигатель. На пересеченном рельефе у нас случилось три тяжелые аварии. Двоих курсантов похоронили, а третьего комиссовали. Между прочим, ту стенку без силового скафандра взять еще труднее, даром, что вся она усажена крючьями и витоверевками. Я так и не понял, зачем пехотинцу скалолазная подготовка, но к тому времени уже привык не задавать вопросов и добросовестно мотать на ус любую науку. Вот эту науку я освоил и не скажу, что перетрудился. Если бы год назад мне кто-нибудь напророчил, что я заберусь на каменную громадину, плоскую и отвесную, как слепая стена небоскреба, с помощью молотка, горсти хилых стальных шпилек и куска белевой веревки, я бы поднял его на смех. Моя среда обитания — это примерно на уровне моря. Поправка была на уровне моря. С тех пор кое-что изменилось. И эти перемены уже и мне самому бросались в глаза. В лагере имени сержанта Спуки Смита нам давали увольнение в город. Вообще-то краткосрочные отпуска полагались курсанты уже через месяц пребывания в лагере имени Курье. Это означало, что воскресным днем солдат, свободно от наряда, мог отметиться в корольной палатке и отойти на любое расстояние от периметра, не забывая о необходимости вернуться к вечернему построению. Но делать на таких променадах было совершенно нечего, разве что зайцев считать. Ни девушек, ни театров, ни танцполов, хоть шаром покати. И все же увольнение, даже в лагере имени Курье, не было пустой поблажкой. Время от времени возникала острая необходимость отойти подальше, чтобы не скакать по любому поводу голопом и не видеть взводную палатку, сержанта и опротивившие солдатские рожи, даже рожи лучших друзей. Да и просто заглянуть в собственную душу, разобраться с мыслями в спокойной обстановке иногда полезно, что ни говори. Лишиться этой привилегии не составляло никакого труда и меры наказания были разными. Самое легкое – это когда не позволялось выходить за пределы ротной улицы, что означало невозможность посетить библиотеку или палатку с обманчивым названием «отдых». Там несколько досок парчиси и тому подобное буйное развлечение. Далее по шкале строгости следовал запрет оставлять палатку, если твое присутствие не требовалось где-то еще. Это было сущей формальностью, поскольку такое наказание обычно усугублялось нарядами вне очереди, и в палатку ты приползал только поспать. Домашний арест – это вроде вишенки на торте, он уведомляет и тебя, и всю округу, что ты вовсе не выиграл лотерею, право сочковать весь день напролет. Нет, ты временно исключен из рядов мобильной пехоты и лишен возможности полноценно общаться с товарищами, пока не смыто позорное пятно. Из лагеря имени Спуки нас отпускали в город, кроме занятых в наряде, залетчиков и так далее. После завтрака и богослужения, которое в такой день продолжалось полчаса, в Ванкувер отправлялись автобусы, чтобы вернуться аккурат перед ужином и еще раз перед отбоем. Инструкторы даже и субботнюю ночь могли провести в городе, а то и трехсуточный отпуск получали, это в зависимости от графика дежурств. В первое увольнение достаточно было выйти из автобуса, чтобы понять, я изменился. Джонни, ты теперь чужой в этой жизни. Я имею в виду гражданскую жизнь. Все вокруг мне казалось невероятно сложным и недопустимо грязным. Я не бросился в объятия Ванкувера. Спору нет, это красивый город в окружении прелестных пейзажей. Жители милые и гостеприимны, они привыкли к мобильной пехоте и ничего против нее не имеют. В центре к нашим услугам культурно-зрелищный комплекс. Там еженедельно устраивались танцы, и можно было пригласить юную горожанку. А для застенчивого солдатика найдется партнерша постарше. Она сама его пригласит и позволит оттоптать себя ноги. Я с изумлением обнаружил, что сам теперь отношусь к застенчивым. Но ты сначала послужи несколько месяцев глухомании, где из женского пола одни зайчихи. В то первое увольнение я не пошел на танцы. Сначала я просто стоял и таращился на шикарные дома, на витрины, полные самых разнообразных и совершенно ненужных вещей. Надо же, никакого оружия. На толпы прохожих с троем не ходят или хотя бы с троевым шагом. Делают, что им вздумается, и не найдешь двоих одетых одинаково. А еще на девушек. На девушек особенно. Я даже не представлял себе, как они прекрасны. Вообще-то девушки мне нравились с тех пор, как я впервые заметил, что от парней они отличаются не только одеждой. Насколько я помню, не было в моей жизни периода, когда мальчик, обнаружив эту разницу, начинает испытывать девчонкам неприязнь. Они всегда мне были симпатичны. Но в тот день я понял, что слишком долго их недооценивал. Девушки — это сущее чудо. Какое же удовольствие просто стоять на углу и смотреть, как они идут мимо. Нет, не идут. По крайней мере, не так, как это делаем мы. Это не сводится к переставлению ног. Все гораздо сложнее, и даже слов не подобрать, насколько красивее. Движется все и в разных направлениях. Какая грация, какая гармония. Я бы так и торчал на перекрестке, если бы мимо не проходил полицейский. Он заметил нашу компанию и сказал, «Привет, ребята. Отдыхаете?» Я быстро рассмотрел орденские планки на его груди и с уважением ответил, «Да, сэр». «Говорить мне, сэр, не обязательно. Так, здесь развлечений вы не найдете. Может, прогуляетесь в центр?» Он дал нам адрес, указал направление, и мы пошли. Пэт Лейви, котенок Смит и я. Полицейский прокричал нам вдогонку. «Приятного дня, ребята! И держитесь подальше от неприятностей!» Точно так же нас напутствовал сержант Зим, когда мы садились в автобус. Но мы пошли не в центр. Пэт Лейви раннее детство провел в Сиэтле, ему захотелось взглянуть на родной город. У него были деньги, и он предложил оплатить нам билеты. Я согласился, да из чего было отказываться. Автобусы ходили с интервалами в 20 минут, а увольнительные не привязывали нас к Ванкуверу. Смит решил махнуть с нами. Мне понравился Сиэтл. Много сходства с Ванкувером и красавиц едва ли меньше. Но в этом городе компания мобильных пехотинцев была редкостью. Мы зашли в недорогой портовый кабачок, чтобы пообедать. Выберем мы какой-нибудь бар или ресторан. Нас, наверное, приняли бы радушнее. А ведь мы даже не пили спиртного. Только котенок Смит взял кружку пива, но он ничуть не захмелел, оставшись дружелюбным и веселым. Кстати, хотя и его прозвище. Однажды на занятиях по рукопашке Капрал Джонс с отвращением сказал ему, да котенок врезал бы мне посильнее, чем ты. Вот и приклеилось. В заведении, кроме нас, не было людей в военной форме. Большинство посетителей, моряки торгового флота, через Сиэтл переваливается громадный тоннаж. Гражданские моряки нас недолюбливают, но я тогда об этом не знал. Одна из причин непризни в том, что их гильдии упорно добивались равенства с федеральной службой, но остались с носом. А вообще, это соперничество коренится в истории по глубине веков. Там было несколько парней примерно нашего же возраста, но в армии они, конечно, не служили. Волосы длинные, одежда неопрятная, движения расхлябаны. Ну что ж, вряд ли я сам лучше выглядел, пока не вступил в ряды вооруженных сил. Вдобавок, они оказались невежими. Мы вдруг обратили внимание, что двое в цивильном и двое в матросской одежде перекидываются репликами, явно предназначенными для наших ушей. Повторять их здесь я, по известным соображениям, не стану. Мы никак не реагировали. Хохмочки приобретали все более персональный характер, смех набирал громкость, другие посетители замолкали и прислушивались. «Пойдем отсюда», шепнул мне котенок. Я покосился на Петта Лейви, он кивнул. Ждать что-то не пришлось, в этом кабачке расплачивались сразу. Мы встали и ушли. Парни вышли вслед за нами. «Не считаем ворон», шепотом предостерег Петт. Мы продолжали идти, не оглядываясь. И местные напали. Бежавшим на меня я рубанул по шее и ушел вбок, давая ему пролететь мимо. Хотел помочь ребятам, но все уже было кончено. Котенок позаботился о двоих, а Пет малость перестарался, швырнув своего так, что тот намотался на фонарный столб. Кто-то вызвал полицию. Скорее всего, владелец заведения, причем чуть ли не в тот момент, когда вся толпа двинулась к выходу. Не успели мы сообразить, что делать с бесчувственными телами, как примчались двое патрульных. Да, тот еще райончик. Старший предложил написать заявление, но мы дружно отказались. Зим велел избегать неприятностей. Притворившись пятнадцатилетним молухом, котенок сказал, «Мне кажется, они споткнулись, сэр». «Мне тоже так кажется», согласился полицейский, после чего ногой выбил нож из простерта руки, прислонив его к бордюрному камню и сломал каблуком. Короче, валите-ка вы, парни, подальше от центра. Мы ушли. Я был рад, что ни Пэт, ни котенок не захотели тащить парней в суд. Нападение гражданского на военнослужащего — это очень серьезное преступление. Черт с ними, с хулиганами. Напросились, получили. В расчете. А все-таки хорошо, что в увольнение мы ходим без оружия, и навык вырубать, не убивая, очень полезен. В этот раз все было на рефлексах. Я не думал, что парни нападут, пока они не напали. Да я вообще ни о чем не успел подумать, прежде чем все закончилось. Но именно тогда я осознал, как сильно изменился. Мы отправились на вокзал и вернулись рейсовым в Ванкувер. Как только мы переселились в лагерь имени Спуки, начались тренировки по десантированию. Роты, усохшие до взводов, занимались поочередно. Нас отвозили на космодром к северу от Уолла-Уолла. Оттуда мы поднимались в космос, выбрасывались, выполняли положенные упражнения и возвращались к бую. Работы на день, а рот восемь, так что прыгали мы реже, чем раз в неделю. Но это поначалу. Нас становилось все меньше, и тренировки учащались. При этом усложнялись задачи. Пехоту выбрасывали в горы, на арктические льды, в австралийскую пустыню, а перед самым выпуском на поверхность Луны. Там капсула разлетается на куски в сотни футов от поверхности, и тут уже точно нельзя считать ворон, поскольку ты прилуняешься только на двигателях скафандра. Нет воздуха, нет парашюта. Неудачная посадка чревата разгерметизацией и смертью. Не только погибшие и раненые выбивали из наших списков, кое-кто просто отказался войти в капсул. Таких не ругали, их отводили в сторону и ввольняли в тот же вечер. Даже тот, у кого на счету было несколько прыжков, мог запаниковать и сорваться. Инструкторы были с ним деликатны, как с другом, который заболел незначимой болезнью. Сам я ни единожды не сорвался, но что такое нервная трясучка мне объяснять не надо. Всякий раз меня изводил чертов мандраж и я от него так и не избавился. Ты не пехотинец, если ты не летал в капсуле. У нас в ходу байка, а может быть и быль, о десантнике, который осматривал парижские достопримечательности. В доме инвалидов он увидел саркофаг Наполеона и спросил у охранника. Это что? Француз возмутился. Месье не знает? Это усыпальница Наполеона. Наполеон Бонапарт, величайший солдат в мировой истории. Обдумав услышанное, пехотинец поинтересовался. А сколько у него прыжков? Почти наверняка это выдумка. Там рядом большая доска с пояснительным текстом. Но эта хохма хорошо отражает мировоззрение нашего брата десантника. Вот и окончился курс обучения. Я читаю написанное и вижу, что я почти все пропустил. Крайне мало рассказал о нашем оружии. Умолчал о трех днях, когда мы, все бросив, помчались тушить лесной пожар. Не упомянул об учебной тревоге, которая на самом деле была боевой, только нам об этом сказали уже после отбоя. Опустил тот случай, когда ветром унесло кухонную палатку. И вообще, я не уделил внимания погоде. А она, поверьте, очень важна в жизни пехотинца. Но важна она лишь пока ты мерзнешь или мокнешь, а после о ней вспоминать не хочется. Можно взять параметры погоды из календаря и воткнуть их практически в любой день твоей здесь службы. Наверняка подойдут. В начале учебного периода полк имел 2009 человек личного состава. Выпустилось нас 187. Погибло 14, один был казнен, его имя вычеркнуто из списков. Остальные, кто сам уволился, кого вышвырнули за пречное поведение, перевели в другие войска, комиссовали и так далее. Майор Меллой произнес короткую речь. Мы получили свидетельство об окончании учебки и в последний раз прошли парадным строем. Полк был временно расформирован, знамена отправились на хранение. Через три недели новая пара тысяч шпаков соберется в лагере имени Курье, чтобы из толпы превратиться в воинскую часть. Согласно свидетельству, я теперь был рядовым подготовленным, то есть мог носить буквы РП вместо РР над личным номером. Поистине, это был замечательный день, самый лучший в моей жизни. Глава десятая. Дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов. Томас Джефферсон, 1787 год. Рядовым специалистом я считал себя до того дня, когда доложился о прибытии на корабль. Ну, так вроде завышенная самооценка не запрещена никаким законом. Вижу, что я еще ни словом не обмолвился о том, как земная федерация перешла из состояния в мир, в состояние военной угрозы, а потом в войну. Сам я едва замечал эти перемены. Когда я отправился служить, был мир, то есть нормальное состояние. По крайней мере, многие в это верили, да и с чего бы им в это не верить. Пока я находился в лагере имени Курье, возникла военная угроза, но и это прошло мимо моего сознания. Меня тогда гораздо больше беспокоило, что думает капрал Бронский о моей стрижке, о чистоте мундира, о содержимом ранца и успехах в боевой подготовке. И на порядок важнее было мнение сержанта Зима о подобных вещах. К тому же военная угроза это, по сути, все еще мир. А мир это ситуация, когда ни одному гражданскому нет дела до военных потерь, если они не настолько велики, чтобы о них кричали газетные заголовки, или если в их число не попал близкий родственник этого гражданского. Правда, я так и не нашел в истории отрезка времени, когда мир царил повсюду. К тому времени, когда я прибыл в мою первую боевую часть, носившую гордое название «Дикие коты Уилли», а в документации скучно именовавшуюся ротой К 3-го полка 1-й дивизии Корпуса мобильной пехоты, в ее составе переправился на Вэлли Фордж, храняв ранцы сомнительной ценностью удостоверения рядового подготовленного, военные действия велись уже несколько лет. Историки до сих пор не договорились, как называть эти события то ли Третьей космической войной, то ли Четвертой, а может лучше подходит Первая межзвездная. Мы ее называли Жучиной войной, да и то крайне редко. Если уж на то пошло, в том году, которым историки датируют начало войны, я уже летал на боевом корабле. Все, что произошло раньше, считалось инцидентами, патрулированием и полицейскими операциями. Но какая разница, где тебя прикончат? На объявленной войне или в инциденте? Сказать по правде, солдат видит войну не намного шире, чем гражданский. Его опыт ограничен крошечным участком фронта и боевыми действиями на этом участке. В другое время солдата больше заботит сон, придирки сержантов и дружеские отношения с поваром. База диких котов Уилли находилась на Луне. Прибыв туда, мы с котенком Смитом и Эллом Дженкинсом узнали, что все эти парни ветераны и у каждого не одна боевая высадка на счету. То есть они солдаты, а мы еще нет. Однако никто нас не попрекал, по крайней мере я в свой адрес издевок не слышал. И сержанты с капралами оказались на диво с войскими ребятами по сравнению с расчетливо свирепыми лагерными инструкторами. Я не сразу узнал, в чем причина столь мягкого обращения. Оказывается, новичок это никто, это ноль без палочки, это пустое место. Его и дрючат и бесполезно, пока он не покажет себя в десантировании, причем в реальном, боевом. Одно дело занять койку выбывшего дикого кота в казарме и совсем другое заполнить эту брешь в стрелковой цепи. Пожалуй, все-таки расскажу, каким наивным соложенком я был в ту пору, когда Вэлли Фордж еще находился на лунной базе. Накануне очередной десантной операции я пересекся с командиром моей секции. Ох, и ладно же, на этом парне сидела идеально чистая оттюженная парадка. А на левой мочке он носил крошечную сережку, золотой череп, но не с традиционно скрещенными костями древнего веселого Роджера, а с целой вязанкой таких косточек, крошечных, настолько, что едва разглядишь. Дома я любил надевать сережки и всякие другие ювелирные украшения, уходя на свидание. От деда со стороны матери мне достались ушные клипсы, очень красивые, с рубинами величиной, с ногтевую фалангу мизинца. Я любил драгоценности и жалел, что не смог взять их в учебку. Спору нет, такое украшение, как этот череп, здорово гармонирует с военной формой. Уж у меня не были проколоты, мама бы не одобрила, она считала, что это только для девчонок, но можно же заказать ювелиру клипсу. Деньги имеются, мне их выдали при выпуске, и зачем им плесневеть? Эээ, сержант, отличные сережки, а где вы их приобрели? Он не состроил презрительную мину и даже не ухмыльнулся, всего лишь спросил, нравится, а то. Плитое золото шикарно сочеталось с золотыми позументами и кантами парадного мундира, наверное, камни не дали бы такого эффекта. Я уже было подумал, что пара серег будет выглядеть еще круче, а непонятный пучок костей лучше заменить двумя скрещенными. В нашей военной лавочке есть такие? Нет, не было и никогда не будет, покачал он головой и добавил. Здесь ты такую штучку не купишь, по крайней мере, я на это надеюсь, но вот что я тебе обещаю твердо, когда мы окажемся там, где они продаются, я дам тебе знать. О, спасибо, не за что. Потом я увидел еще несколько золотых черепов, при одних косточек было больше, при других меньше. Моя догадка оказалась верна, сережку разрешается носить вместе с военной формой, по крайней мере, в увольнении. Очень скоро мне выпал шанс купить ее, и цена этой висюльки оказалась заоблачной. Случилось это в ходе операции Жучины дом, которое в учебниках истории фигурирует как первое сражение за Клиндату. Незадолго до этого Буанес Айрес превратился в руины, и его гибель заставила наших сурков осознать, происходит что-то нехорошее. Тут ведь вот какая штука, человек, не побывавший в космосе, не очень-то верит в существование других планет, по крайней мере, всерьез. Помнится, я и сам в сопливом возрасте смотрел на это дело через розовые очки. Но потеря Буэнос-Айреса сполошила гражданских, и они подняли крик «Отзовите наши войска отовсюду, верните их домой, разместите на орбите чуть ли не плечом к плечу, не допустите оккупации земли пришельцами». Конечно, это глупо. Глухая защита это удел обреченных. История не знает случаев, когда Министерство обороны выигрывало войну. Но это, похоже, стандартная реакция гражданских, обнаружив наконец врага на пороге требовать оборонительной тактики. Да еще они рвутся командовать на манер пассажира, который при аварии пытается отпихнуть пилота от штурвала. Впрочем, никто в то время не спрашивал моего мнения. Мне приказывали, я выполнял. Отступить к родной планете нам не позволяли союзнические обязательства. Да и что было бы с планетами, колонизированными земной федерацией и нашими союзниками, брось мы их на произвол судьбы. Вдобавок, мы уже увязли войне с жуками. Кажется, падение Буэнос-Айреса впечатлило меня меньше, чем большинство гражданских. Когда очеренковская тяга уносит тебя за пару партеков от Родины, возникает дефицит новостей. Чтобы получить свежее, нужно выйти из черенковского пространства и встретиться с другим кораблем. Помнится, я подумал, господи, какой ужас, и посочувствовал портению из нашего экипажа. Но Буэнос-Айрес не мой город, и земля очень далеко, и переживать мне не досуг. Сразу после удара по Аргентине было решено атаковать Клиндату, родную планету Жуков. Мы ждали рандеву, пристегнутая койком, до бесчувствия, накачанная спецпрепаратами. Внутреннее гравиполе Вэлли Форджа пришлось отключить ради экономии энергии и увеличения скорости. На самом деле гибель Буэнос-Айреса затрагивала меня самым роковым образом. Она радикально изменила мою судьбу. Но тогда я об этом еще не знал. И вот пришло время десантироваться на Клиндату. Меня приставили к рядовому первого класса голландцу Бамбургеру в качестве стажера. Услышав об этом, он ухитрился скрыть свой восторг, а когда взводный сержант удалился за пределы слышимости, изрек, вот что салабон. Держись рядом, но под ногами не путайся. Будешь мешать, оторву твою дурную башку. На это я лишь кивнул, уже зная, что предстоит неучебная высадка. Меня хорошенько протрясло, а потом мы спустились. Операцию «Жучинный дом» надо было назвать сумасшедшим домом. Сразу все пошло наперекосяк. Планировался мощный и точный удар с целью поставить врага на колени. Захватим столицу и ключевые объекты главной планете Жуков и тут и сказочке конец. А вышло так, что мы сами едва не проиграли войну. «Нет, я вовсе не критикую генерала Диана. Не знаю, правда ли он требовал больше пехоты и средств поддержки, но вынужден был уступить главному флотскому маршалу. Кто я такой, чтобы критиковать его действия? Да и сомневаюсь я, что диванным стратегам известны все факты. Зато я знаю, что генерал высадился вместе с нами. Он командовал пехотой на поле боя, и когда мы начисто выдохлись, лично возглавил отвлекающую атаку. Это позволило очень немногим, в том числе и мне, вернуться, а вот его радиоактивные останки лежат на клиндату. Под трибунал их не отдашь, так что какой смысл обсуждать генеральский промах? Только одно хочется сказать кабинетным воякам без единой боевой высадки за душой. Да, я тоже считаю, что жучейную планету надо было засыпать водородными бомбами, сплошь покрыть радиоактивным стеклом. Но разве это обеспечило бы нам победу? Жуки не такие, как мы. Псевдорохниды, они даже на пауков не похожи, они членистоноги. Кажется, только воображение психопата могло породить этих разумных чудовищ. По своей организации, как и психологической, так и экономической, они ближе к муравьям или термитам. Жуки коллективисты, а в их муравейниках абсолютная диктатура. Ядерная обработка планеты лишила бы их рабочих и солдат, но не мыслящей касты и цариц. Вряд ли кто-то верит, что можно убить царицу даже точным выстрелом ракеты с проникающей термоядерной боеголовкой. Нам же неизвестно, на какой глубине прячутся эти твари. И лично мне не хочется это выяснять. Из парней, которые спускались в жучиные норы, никто не поднялся обратно. Допустим, мы уничтожим биологически продуктивную поверхность календату. Но у жуков, как и у нас, есть корабли и колонизированные планеты. Главный штаб останется цел и невредим, и без его капитуляции не будет нашей победы. В начале войны у нас не было звездной бомбы, и мы не могли расколоть календату как орех. А если бы и могли, где гарантия, что жуки признали бы поражение и сдались? И кто сказал, что они вообще способны признать поражение? Их рабочие драться не умеют, хотя, конечно, можно потратить уйму времени и боеприпасов на истребление этих совершенно безобидных существ. А вот солдаты не сдаются никогда. И не стоит убеждать себя, что если наши враги смахивают на пауков и не умеют сдаваться, то они не более, чем безмозглые насекомые. Их воины смышлены, искусны, агрессивны. Кто успел выстрелить первым, тот и умней. Это универсальный закон. Не факт, что при встрече с жуком воином ты его опередишь. Сжигаешь ему одну ногу, другую третью, а он, знай, несется на тебя. Если спалить четыре ноги с одного боку, он завалится, но стрелять не прекратит. Надо целить в нервный узел, и коль повезет, жук просеменит мимо, поля в никуда. Так и будет бежать, пока не упрется в препятствие. Операция не задалась с самого начала. Наша эскадра из 50 кораблей должна была перейти с черенковской тяги на реактивную, сохраняя при этом идеальную координацию, чтобы дружно встать на орбиту и выбросить нас четким строем точно над намеченным плацтармом до того, как противник успеет принять оборонительные меры. То есть, не сделав даже одного витка на орбите. В том, что это весьма и весьма непростая задача, я убедился на собственной шкуре. Флот дал маху, а расплачиваться пришлось мобильной пехоте. Вообще-то, нам здорово повезло. Вэлли Фордж со всем экипажем погиб еще до того, как десант достиг поверхности планет. Движение в плотном строю с орбитальной скоростью 4,7 мили в секунду — это не прогулка. Наш корабль столкнулся с сыпром и очень быстро оба разрушились. Хорошо, что мы успели выскочить из труп те, кто успел. Даже протараненный Вэлли Фордж выстреливал капсулы. А я даже не догадывался катастрофе. Сидя в своем коконе, я летел вниз. Ротный, выбросившийся первым, наверное, узнал о гибели корабля и половине его диких котов, когда вдруг исчезла связь с постом управления. Но Ротный уже ничего не расскажет. Он не вернулся из боя. Все, чем я располагал, это постепенно крепнувшее подозрение. Что-то неладно. А впереди было восемнадцать часов кошмара. Не возьмусь подробно рассказывать о том сражении. Память запечатлела лишь фрагменты, разрозненные, ужасные стоп-кадры. Пауки мне никогда не нравились. Даже не ядовиты. Обыкновенный домовой паучишка, забравшийся на мою койку, внушал мне ледяной страх. Аж как бы я пережил встречу с тарантулом, я даже воображать не хочется. Я не ел амаров, крабов и прочих ракообразных, просто не мог себя заставить. Когда я впервые увидел жука, разум с паническими воплями выпрыгнул из моего черепа. Лишь через несколько секунд до меня дошло, что эта тварь мертва, и я прекратил огонь. Вероятно, мне попался рабочий. Не в той я был форме, чтобы справиться с воином. Но куда тяжелее пришлось нашим кинологам. Их должны были высадить на периферии плацдарма, к тому времени уже благополучно занятого нами. Задача неопсов выдвинуться и провести тактическую разведку в интересах отрядов, которым поручалась изоляция поля боя. Разумеется, у наших помощников не было оружия, кроме зубов, неопсу полагаются слушать, смотреть, нюхать и сообщать партнеру о своих находках. У каждой собаки имелась рация и взрывное устройство, чтобы при тяжелом ранении или угрозе плена подорвать самого себя, либо быть подорванный своим напарником. Эти бедные существа не ждали, когда их схватят. Судя по всему, большинство из них самоликвидировались при первом же соприкосновении с противником. Жуков они боялись едва ли не больше, чем я. В нынешние времена неопсов со щенячьего возраста приучают отступать или прятаться, завидев или почуев жука, чтобы не разносить себе череп. Раньше четвероногие разведчики не береглись. Добро было бы это единственной нашей проблемой в том бою. Неприятности сыпались одна за другой. Конечно, я не видел всей картины. Я лишь старался не оставать от голландца, расстреливал и сжигал все, что шевелится, а заметив нору, швырял туда гранату. Вскоре я наловчился убивать жуков, не расходуя напрасно боеприпасы и топливо. Правда, отличать безвредных от вредных я тогда не умел. Воин у них примерно один из пятидесяти, зато он стоит остальных сорока девяти. Личное оружие у противника не тяжелее нашего, но убойной силой не уступает. Есть лучемет, дырявящий доспех и режущий плоть, как крутое яйцо, и управляется с этой штуковиной жук до завидного ловка. Это потому, что мозг, напряженно думающий за целый взвод, надежно укрыт в какой-нибудь норе. Нам с голландцем довольно долго везло. Мы обработали площадь примерно в квадратную милю, завалили взрывами входы в норы, перебили всех, кто встретился на поверхности. Прыгали мы мало, топливо могло пригодиться при обострении ситуации. Замысел командования состоял в том, чтобы зачистить территорию и обеспечить высадку живой силы и техники при минимальном сопротивлении противника. Повторяю, это был не рейд, это был захват плацдарма. Спрыгнули, закрепились, ждем основных сил для завоевания или умиротворения планеты. Но гладко было на бумаге. У моей секции поначалу дела шли неплохо. Приземлились мы не в своей точке и не получили локтевого соприкосновения с другой секцией. Взводный и его заместитель уже погибли и перестроиться нам не удалось. Но мы все-таки застолбили участок, наша группа усиления оборудовала опорный пункт и осталось только дождаться подкрепления. Ожидание было напрасно. Мы даже не увидели этих ребят. Они высадились в том месте, где полагалось находиться нам и им хватило собственных проблем с недружелюбными туземцами. Так что мы удерживали занятую позицию, время от времени теряли бойца и при любой возможности наносили урон неприятелю. Запас боеприпасов и топлива таял. Какие уж тут прыжки. Энергии скафандров едва хватало на простые перемещения. И продолжалось это, кажется, пару тысячелетий. Группа усиления позвала на помощь, и мы с голландцем поскакали к ее позиции. Вдруг перед моим напарником разверлась земля, и оттуда выскочил жук. Голландец рухнул, а я палил жука огнем и завалил вход в нору взрывом гранаты. Потом я занялся товарищем. Он был без сознания, но вроде не ранен. Взводный сержант дистанционно отслеживал жизненные показатели своих подчиненных и отделял погибших от живых, но выбывших по той или иной причине из строя и нуждающихся в эвакуации. Однако можно было и проще выяснить, в каком состоянии пехотинец. Для этого у него на поясе есть специальный пульт. На мои оклики голландец не отвечал. Температура тела 37 градусов, дыхание, сердцебиение, деятельность мозга не регистрируется. Плохо дело. Но нельзя исключать, что он жив, а умер его костюм. Этой мыслью я и успокаивал себя, забыв, что в неисправном бронескафандре не может работать и датчик температуры. Как бы это ни было, я сорвал с пояса открывашку и приступил к извлечению голландца из скафандра, стараясь одновременно следить за обстановкой. И тут в шлеме зазвучал сигнал общего отхода. И не дай вам Бог такое услышать. Спасайся, кто может, эвакуация, берите раненых и бегите к ближайшему бою. Шесть минут, шесть минут, спасайся, кто может, к ближайшему бою. Эвакуация, эвакуация. Я заторопился. Из бронескафандра удалось извлечь голову напарника отдельно от тела. Так что пришлось бросить труп и дать дёру. Будь я чуть поопытнее, я прихватил бы боеприпасы голландца, но тогда мои мозги соображали туго. Я запрыгал прочь к опорнику, туда, куда направлялись все уцелевшие из моей секции. Они уже эвакуировались, я остался в одиночестве. И на меня навалилось отчаяние. Но тут пришёл сигнал сбора, и это был не Янки Дудль со шлюпки Вэлли Форджа, а другая мелодия, незнакомая, сахарный цветок. Плевать, главное, что есть буй. К нему-то я и направился щедро расходы остатки топлива. И заскочил в шлюпку за миг до того, как задраили люк. Меня доставили на борт фортрека в состояние шока, такого глубокого, что я даже не мог вспомнить личный номер. Говорят, что операция «Жучинный дом» завершилась стратегической победой. Но я там был и я знаю, нам здорово надрали задницу. Через шесть недель, а по ощущениям через шестьдесят лет, в базе космофлота на заповеднике я взошел на борт шаттла, потом с него перебрался на Роджер Янг и доложил собор сержанту Джеллоу. В проколотом левом ухе я носил пробитый череп с косточкой. Со мной был Эл Дженкинс, щеголявший такой же серьгой. Наш котенок даже не выбрался из трубы. Диких котов уцелела горстка, да и тех раскидали по всему флоту. Примерно половину состава мы потеряли при столкновении в Элле-Форджа и Ипра. Кошмарная суматуха на планете увеличила наш урон до 80% с лишним, и начальство рассудило, что сохранить подразделение невозможно. Куда проще его расформировать и сдать в архив документацию. А когда заживут шрамы, рота К, на нас же Дикие коты, возродится с новыми людьми и старыми традициями. Кроме того, в других частях появилась прорва вакансий. Сержант Джелал принял нас очень тепло. Он сообщил, что мы попали в шикарное подразделение, лучшее на флоте, и что корабль тоже отличный. Наши сережки он как будто не заметил. В тот же день мы отправились с ним в нос Роджера Янга к лейтенанту. Тот улыбался весьма любезно и говорил с нами отеческим тоном. Я заметил, что Эл Дженкинс успел снять серьгу перед этой короткой беседой. Сам я поступил так же. Я уже убедился, что никто из хулиганов расшака черепов не носил. Для них не имело ни малейшего значения, сколько у тебя боевых высадок, где и как ты воевал. Либо ты один из них, либо нет. Если ты не сорви голова, они тебя в упор не видят. Мы в это подразделение попали не вчерашними курсантами, а обстреленными бойцами, поэтому получили минимальный кредит доверия. К нам относились как к равным, но с холодком отчужденности давали понять, что пока мы еще не члены семьи, а всего лишь гости. Но не прошло недели, как мы побывали на боевой операции, после чего стали полноценными сорвиголовами расшака кровными братьями своими в доску. К нам теперь обращались по имени, нас наравне с другими наказывали за нарушения, у нас занимали и нам одалживали, мы присутствовали на совещаниях, где могли свободно высказывать свое дурацкое мнение и столь же свободно молчать в тряпочку. Мы даже обращались по именам к младшим командирам, разумеется, не при исполнении ими служебных обязанностей. Сержант Джелал всегда был при исполнении. Разве что на грунте, случайно столкнувшись, можно было сказать ему джелли и уступить дорогу с таким видом, будто его царственный ранг ничего не значит для сорвиголов. А вот лейтенанту мы никогда не говорили мистер Рашак или даже лейтенант Рашак, только лейтенант, причем в третьем лице. Нет Бога, кроме лейтенанта и сержант Джелал пророк его. Если Джелал сказал нет, то с этим еще можно было поспорить. По крайней мере, такое позволяется подчиненным ему сержантам, но если он говорил лейтенанту это не понравится, все, тема закрыта. Окончательно и бесповоротно. Никто не рисковал проверить, а может это все-таки понравится лейтенанту. Рашак был нам как родной отец. Он любил нас, баловал и при этом ухитрялся держать большую дистанцию между собой и нами. Так было и в пути, и при высадке, но не на грунте. С момента приземления каждый солдат взвода, разбросанного на сотню квадратных миль, постоянно чувствовал его заботу. Даже не представляю, какое волшебство помогало ему следить за всеми нами. В разгар драки по командирскому каналу мог прозвучать его твердый голос «Джонсон, свяжись с шестым отделением, у Смитти проблема». Лейтенант замечал проблему даже раньше, чем командир отделения Смита. И как же это грело наши сердца. Любой из нас был абсолютно уверен, если ты еще жив, лейтенант не сядет в эвакуационную шлюпку без тебя. На жучиной войне земляне попадали в плен, но только не бойцы штурмового взвода сорвиголовы расшаг. Жели, жил вместе с нами и был нам мамой, заботливой и чуткой, но строгой. Он нас не баловал ничуть, но и лейтенанту не докладывал о наших проступках. Никто из сорвиголов не был осужден военным трибуналом и выпорот. Даже внеочередные наряды Джели раздавал неохотно. У него были другие средства. На ежедневной проверке он мог тщательно смотреть тебя и бесцеремонно заявить, «Пожалуй, на флоте ты выглядел бы получше. И чего бы тебе не перевестись? Это отлично заменяло холодный душ. Все мы были убеждены, что флотские спят, не снимая формы и не моются ниже воротника. Джели не приходилось дрючить рядовых, он дрючил младших командиров и был уверен, что они не дадут спуску нижним чинам. Когда я попал на Роджер-Янг, меня зачислили в отделение рыжего Грина. Через пару высадок, уже ощущая себя полноценным сорвиголовой и вообще крутым перцем в разговоре с Рыжим я огрызнулся. Джели об этом даже не узнал. Рыжий отвел меня в душевую и вправил мозги. Я не обиделся на это. Мы вскоре подружились, и командир отделения даже рекомендовал меня в Ланске пралы. На самом деле мы ведать не ведали в форме или раздетыми спят флотские. Мы жили в своем кубрике, а команда корабля в своих. На нашей территории флотским было не очень-то рады, если они приходили не по делу. Все-таки у каждого социума свои поведенческие нормы. Или я не прав? У лейтенанта была каюта в расположении офицеров мужского пола во флотской части корабля. Но мы там появлялись крайне редко и исключительно по долгу службы, например, караульной. На Роджере Янге был смешанный экипаж, капитаны, пилоты, женщины. Прочий состав частично женский. За 30-й переборкой находился женский отсек и проход в нему круглосуточно охраняли два мобильных пехотинца. В боевой ситуации эта дверь, как и все герметичные двери на корабле, наглухо задраивалась и любое передвижение между отсеками прекращалось. В обычной же обстановке офицер мог пройти через тридцатку по служебной надобности. Рядом с женским обиталищем располагалась столовая для офицеров обоих полов. Ее и посещал наш лейтенант. Но люди там не задерживались. Они насыщались и уходили. Возможно, на других корвет-транспортах обстояло иначе, но на Роджере Янге дисциплина была стражейшей. И наш лейтенант, и капитан Деладрия желали иметь на борту идеальный порядок. Вообще-то наряд в караул считался привилегией. Стоишь себе у двери, руки сложены на груди, ноги на ширине плеч, ни о чем не думаешь, балдеешь, и порой тебя согревает своим появлением небесное создание. Правда, обратиться к нему ты можешь только по делу. Однажды меня вызвали непосредственно капитану, и она со мной поговорила. Она посмотрела на меня в упор и сказала, пожалуйста, отнесите это старшему механику. Обычно мое дневальство на флотских отсеках сводилось к уборке помещения и чистке электронного оборудования под неусыпным надзором Падре Миглаччо, командира первой секции. Точно так же я когда-то трудился под присмотром Карла. Высадки случались нечасто, и в промежутках всем хватало будничной работы. Тот, кто не обладал особыми талантами, надраивал переборки. Заниматься этим можно было бесконечно, понятия чисто для сержанта Джеллала не существовало. У мобильной пехоты железный закон воюют все и работают все. Главным поваром у нас был сержант Джонсон, командир второй секции добродушный здоровяк из Джорджии и исключительно одаренный кулинар. Выпрашивать у него пищу было несложно. Он сам любил перекусить между штатными трапезами и прощал эту слабость другим. Когда первой секцией командует священник, а второй повар, у тебя окормлены и тело, и душа. О чем еще можно мечтать? Только о том, чтобы эти парни возвращались из боя целыми и невредимыми. «Ну а если повезти, может только одному? Кого бы ты выбрал?» Интересный вопрос. Мы часто его обсуждали, но никакому выводу не пришли. Роджеру Янгу хватало дел. Мы десантировались многократно и операции были разнообразными. А когда каждый бой не похож на предыдущие, шаблон не сложится и противник твои действия не предугадает. Но в генеральных сражениях мы уже не участвовали, только в одиночных рейдах, патрулирование, преследование, зачистка. До чего греха таить? Не было тогда в земной федерации сил для генеральных сражений. Катастрофа на Клиндату слишком дорого обошлась. Мы потеряли много кораблей и бойцов профессионалов. Нам требовалась передышка, чтобы залезать раны и пополнить ряды. А тем временем маленькие быстрые корабли, среди них Роджер Янг и другие корветт-транспорты, сжалили где только можно. Они не давали противнику покоя, они пускали ему кровь, сбивали с позиций. Мы несли потери, на заповедник за новыми капсулами. Меня по-прежнему трясло перед каждой высадкой, но настоящие бои случались редко и продолжались недолго. А в промежутках я жил обычной походной жизнью в семье Сорвиголов. И это был самый счастливый период моей жизни, о чем я в ту пору даже не подозревал. Я ныл и ворчал наравне с остальными, и это мне тоже нравилось. И мы не несли реального урона до того дня, когда погиб лейтенант. Наверное, это был худший день на моем веку. Мне ведь и без того было тошно. Когда жуки сравняли с землей Буэнос-Айрес, там погибла моя мать. Об этом я узнал, когда мы в очередной раз прилетели на заповедник за новой партией капсул. Туда как раз пришла почта, и я получил письмо от тети Элеоноры. Письмо добиралось с обычным порядком, то есть очень долго. Тетя могла послать грамму, но почему-то этого не сделала. Оно было совсем коротенькое, всего три горькие строчки. Тетя почему-то считала меня виновным в гибели мамы. То ли потому, что я был в армии, а значит, как-то мог предотвратить налет, то ли она возомнила, что мать не отправилась бы в Буэнос-Арес, если бы я остался дома. Пожалуй, в письме сквозили оба упрека. Вот и пойми эту женскую логику. Я разорвал письмо и постарался о нем забыть. Я решил, что отец тоже погиб. Разве бы он отпустил маму одну в такую даль? А что об этом не было сказано в письме, так для тети Элеоноры папа всегда был фигурой умолчание. Вся ее любовь досталась сестре. Я угадал лишь отчасти. Впоследствии я узнал, что папа планировал лететь с мамой, но какие-то чрезвычайные обстоятельства вынудили его остаться и перебронировать билет на следующий день. Тетя об этом не написала. Через пару часов меня вызвал лейтенант и очень деликатно поинтересовался, стоит ли мне вместе с Рави Головами отправляться в новый поход и не лучше ли восстановить силы на заповеднике. Напомнил, что у меня накопилось много неиспользованных увольнений. Уже я не знаю, откуда он узнал о моей утрате. Я ответил отказом, мол, спасибо, сэр, но лучше дождусь, когда взвод в полном составе отправится на операцию. И хорошо, что отказался, иначе бы я не был бы рядом с лейтенантом в момент его гибели. Наверное, меня бы насмерть заела совесть. Все произошло очень быстро, перед самой эвакуацией. В третьем отделении ранило бойца. Не тяжело, но он свалился. Замкомандир секции отправился его забирать и не уберегся сам. Как обычно, лейтенант следил сразу за всеми, считывал жизненные показатели каждого из нас. Впрочем, так оно было или не так, теперь можно было только догадываться. Лейтенант убедился, что с замком секции жив, и вытащил обоих, каждого держа подмышкой. С расстояния двадцать футов он забросил их в эвако-шлюпку, где уже сидели все мы. Позиции были нами оставлены, противник не встречал противодействия, прямое попадание и мгновенная смерть. Я намеренно не называю фамилии рядового и заместителя командира взвода. Совершенно не важно, кого спасал лейтенант в последний миг своей жизни. На месте того рядового мог оказаться и я. Важно было другое. Наша дружная семья внезапно лишилась главы. Мы потеряли того, кому были обязаны своим именем. Мы лишились отца, сделавшего нас теми, кто мы есть. Вскоре, после безвременного ухода лейтенанта, капитан Диладрие пригласила сержанта Джелла отобедать с нею и с начальниками других подразделений и служб. Но он вежливо отказался. Если среди ваших знакомых найдется вдова с железным характером, управляющая семьей так, словно патриарх, всего лишь ненадолго вышел, вы меня поймете. Джелли держался с нами строже, чем раньше. Его лейтенанту это не понравится, теперь действовало на нас как удар плеть. Впрочем, не так уже оно и часто звучало. В организационном плане почти ничего не изменилось. Сержант не перетасовывал нас. Он лишь переставил заместителя командира второй секции на номинальную должность взводного сержанта, а командиры секции остались там, где они были наиболее полезны, то есть на своих должностях. Меня же на тот момент ланс капрала и зам комода он повысил до капрала и поставил на декоративную в сущности должность замкомандира секции. Взводом Джелли управлял в прежней манере, то есть так, будто лейтенант не покидал свои каюты, но своевременно отдавал ему распоряжение. Это нас и спасало. Глава одиннадцатая. «Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота». Уинстон Чарчилль, воин и государственный деятель двадцатого века. В том нападении на скинов, когда погиб Дизи Флорес, сержант Джелл впервые выполнял обязанности взводного на грунте. По возвращению комендор, который пристыковывал нашу шлюпку, задал мне вопрос. «Ну, и как прошло?» «Рутина», коротко ответил я. Наверное, этот парень спрашивал дружески, но я был не в настроении. Меня обуревало сумятица чувств. Печаль, погиб Дизи, гордость, мы его вытащили, злость, это оказалось бесполезным. И ко всему примешаны немножко радости. Я снова на корвете, руки-ноги при мне, я не целы. А вообще, как можно говорить о десантной операции с тем, кто ни в одной такой не поучаствовал? «Правда, что ли?» сказал он. «Ну, ребята, у вас мед, а не служба. Полчаса работы, месяц расслабухи. А у нас вахты трехсменные». «Ну, да, все так», согласился я и двинул прочь. «Кому-то везет, кому-то нет». «Не сотрясай вакуум, солдат», бросил мне комендор водогонку. Пожалуй, в словах флотского артиллериста была доля правды. Мы, пехотинцы, вроде летчиков первых механизированных войн. Служба долгая и трудная, а реального боя наберется несколько часов. Все остальное время мы тратим на рутину. Обучение, поддержание боеготовности, движение к цели, возвращение на базу, отдых, подготовка к новому походу. А в походе тренировки, тренировки, тренировки. От операции к операции не меньше трех недель. И в следующий раз мы нападем на другую планету в системе другой звезды. Это будет жучиная колония. Расстояние между звездами огромное, и даже пространство Черенкова не сделало наши рейды короткими прогулками. Между тем, я получил капральские шевроны. Джелли написал рапорт о моем повышении. Капитан Де Ладрия утвердила его в отсутствии штатного командира нашего подразделения. Формально распределением вакансий занималась строевая часть, но не думайте, что я занял должность на птичьих правах. Из-за потерь этих вакансий всегда было больше, чем живых организмов, которыми их заполняли. Джелли решил, и я стал капралом, а все остальное канцелярщина. Все же насчет медовой службы комендор был неправ. Между высадками мы чистили, чинили, отлаживали 53 взводных бронекостюма, а еще кучу оружия и специального снаряжения. Бывало мигла, очо насмотрит скафандр и сочтет непригодным. Джелли подтвердит его вывод, а корабельный оружейник лейтенант Фарли добавит имеющимися средствами его не восстановить. Тогда приходится доставать новый скафандр из складских запасов, а его расконсервация занимает 26 человек и часов, не считая времени солдата, для которого он предназначен. Так что работы нам хватало. Но мы успевали развлечься. У нас постоянно устраивались разные соревнования, от трик-трака до борьбы за звание почетный взвод, и у нас был лучший джаз-бенд на несколько кубических светолет. Да, лучший, потому что единственный. Ну и что из того? Возглавляемый сержантом Джонсоном труба, он растапливал сердца и сотрясал переборки, в зависимости от ситуации. После той мастерской, жаль, нет слова, мастерицкой, эвакуации без программирования баллистики Арчи Кэмпбелл, наш взводный слесарь, изготовил модель Роджера Янга. Мы все расписались, и Арчи выгравировал наши подписи на дарственной табличке. Крутейшему пилоту Ивете Деладрия с благодарностью от сорвиголов Рашака. Мы пригласили капитана поужинать с нами в корме, и под звуки нашего даунбиткомба самый младший из рядовых вручил ей подарок. Прослезившись, она поцеловала парня, а потом поцеловала Джелли, и он залился краской. Итак, я получил шевроны. Джелли оставил меня в должности заместителя командира секции. Я не обрадовался, потому что это не дело прыгать через ступеньки. Мне бы послужить комодом, а я из ланца и замкомода скакнул в капралы и замком секции. Но я отлично понимал, какими соображениями руководствуется Джелли. Он хотел, чтобы все продолжалось, как при лейтенанте, как будто тот по-прежнему с нами. А значит, командиры отделения и секции должны оставаться на своих должностях. Из-за этого я попал в щекотливую ситуацию. Командиры отделений все трое старше меня, а я теперь над ними начальник. Предположим, в следующем деле что-нибудь случится с сержантом Джонсоном. Мы потеряем не только великолепного повара, но и командира секции, и заменить его придется мне. И не должно быть ни те ни сомнения, что мои приказы в бою будут выполняться беспрекословно. А тень сомнений имеется. И до следующей высадки необходимо избавиться от нее. Пора выяснить отношения с Тузом. Из командира в отделении он самый старший не только по возрасту, но и по званию. Он капрал контрактной службы. И если сумею договориться с ним, два других отделения проблем не доставят. Вообще-то на корвете у нас не возникало трений. После того, как мы вдвоем вытащили Флореса, Туз вел себя вполне прилично. С другой стороны, не было и почвы для разногласий. Мы встречались только на ежедневных проверках, да на разводе караула, а это процедуры формальные и не располагающие к личному общению. Но все же он давал почувствовать, что не намерен выполнять мои приказы. Вот я и отправился к нему, когда оба были не заняты. Он лежал на койке, читал книжку из небедной корабельной библиотеки. Космические рейнджеры против галактики. Это лихое чтиво, но я сомневаюсь, что на военной службе бывает столько приключений, да еще со счастливым концом. «Привет, туз, я к тебе по делу». Он поднял глаза. «Да неужели?» «Я вообще-то сменился. Личное время. Разговор все-таки будет. Отложи книгу». «Что за спешка? Дай хоть главу дочитать». «Хватит, туз. Если так интересно, могу рассказать, чем там закончится». «Не вздумай. Набью морду». Все же он закрыл книгу и сел, изобразив внимание». «Туз», сказал я. «Это касается организации отделения. Ты старше меня. Ты должен был стать замком секции». «Ну, опять эта песня». «Да, опять». «Давай вдвоем сходим к Джонсу и попросим, чтобы он убедил Джелли». «Ты всерьез?» «Всерьез?» «Так будет справедливо». «Да ну». «Ну что ж, Пенлик, говорю тебе как на духу. Я против тебя ничего не имею». «Ты вообще-то молодец». «Гдизи тогда голопом прискакал, но если ты хочешь отделением командовать, обзаведись своим. На чужие роток не разевай, понял? Мои ребята даже картошку для тебя не станут чистить». «Я вздохнул». «Ну чего-то в этом роде я ожидал, но все-таки надо было попытаться. Это твое последнее слово?» «Это мое единственное слово. Первое и последнее». «Ну хорошо». «Знаешь, я по пути в душевую заглянул, и там не прибрано. Давай этим займемся». «Нет-нет-нет, не бери книжку». Джелли что говорит? «У младших командиров не бывает личного времени». Он даже не шелохнулся, только тихо спросил. «Шпендлик, ты правда считаешь, что без этого никак? Я же сказал, я против тебя ничего не имею». «Ну, похоже, что никак». «Уверен, что получится». «Я уверен, что я попробую». «Ну хорошо, давай сходим». Мы прошли в душевую. Там оказался рядовой, но он сразу сообразил, что не нуждается в срочной помывке. И исчез. Я запер дверь. «Шпендлик, ты ведь помнишь, что нам запрещается?» «А что такого?» «Убивать я тебя не собираюсь». «Годится». «Мы не хотим, чтобы нас обоих отстранили от высадки. Кости не ломаем, разве что случайно». «Устраивает?» «Устраивает. Я только куртку сниму». «Боишься кровью замарать?» «Спрашивая, он стоял в расслабленной позе». «Когда я стаскивал куртку, туз попытался ударить меня в колено. Не опасно. Плоскостью стопы и к тому же ненапряженный. Мимо. Я уже был ученый. Если бы мы работали по-боевому, это продлилось бы паром говень. Больше не нужно, чтобы прикончить или вырубить или хотя бы ослабить противника так, чтобы он не смог продолжать поединок. Но мы договорились не калечить друг друга. оба были молоды, в отличной физической форме, прекрасно тренированы, привычны к боли. Туз был крупнее, а я, пожалуй, малость попроворнее. При таком раскладе можно драться долго, скучно и больно, пока тебе не оставят силы или пока ты не совершишь ошибку. Но мы были профессионалами, мы не ошибались. Расписывать подробности я не буду, они не стоят того. В памяти ничего особенного не отложилось, а дневника я тогда не вел. И вдруг я обнаружил, что лежу на спине и туз брызгает мне водой лицо. Увидев, что я очнулся, он поднял меня на ноги и прислонил к переборке. Врежь мне. Чего? Я плыл, в глазах двоилось. Джонни, врежь мне. В поле моего зрения появилась его физиономия. Я сфокусировался на ней и саданул, что было сил, которых, может быть, хватило бы для убийства больного комара. Туз закрыл глаза и растянулся на палубе. И мне, чтобы не последовать ему примеру, пришлось схватиться за пиллерс. Потом туз медленно встал. Ладно, Джонни, потряс он головой, пререканий больше не будет. Нет меня, нет моего отделения. Годится? Я кивнул, и в черепе стрельнула боль. Мир? спросил он. Мы пожарили друг другу руки. В кисти тоже стрельнуло. Должно быть, о ходе войны мы знали меньше всех, хотя и принимали в ней самое непосредственное участие. С помощью скинов жуки обнаружили нашу планету и напали, разрушив Буано-Сайрес, после чего пограничные инциденты переросли в полноценную войну. Это было еще до того, как мы создали мощные вооруженные силы и взялись за скинов, вынудив их фактически перейти на нашу сторону. Но Луна стала для Земли довольно эффективным заслоном, о чем нас не проинформировали, но по большому счету Земная Федерация тогда войну проигрывала. Мы и этого не знали, как и того, что с нашей стороны предпринимаются огромные усилия для разрушения вражеского союза и уже наметился успех. О том, что скины колеблются, мы услышали лишь накануне операции, в которой погиб Флорес. Нам было велено поделикатнее обходиться с населением. Инфраструктуру разрушать можно и нужно, но туземцев желательно щадить. Чего солдат не знает, того не выдаст и в плену. Наркотики, пытки, промывка мозгов не помогут противникам вытянуть из тебя секреты, до которых ты не был допущен. Поэтому мы получали сведения исключительно тактического характера. Если солдат не понимает, ради чего он воюет, он утрачивает волю к борьбе. В прошлом по этой причине разбегались или сдавались целые армии. Но у мобильного пехотинца нет такого изъяна. Все мы пошли служить добровольно, и у каждого на это были свои причины. Хорошие или плохие, неважно. А теперь мы сражаемся, потому что мы мобильная пехота. Нами, профессионалами, движет дух войскового братства. Мы сорвиголы расшака, матерые и отъявленные, но лучшие мобильной пехоти. Когда Джелли говорит «пора», мы садимся в капсулы, спускаемся на планету и деремся. Почему мы это делаем? Потому что именно для этого и предназначены совы головы расшаг. Да, и тогда мы ведать не ведали, что мы проигрываем войну. Эти жуки, они откладывают яйца. Не только откладывают, но и запасают, и по необходимости перемещают в инкубатор. Мы убиваем воина, или тысячу воинов, или десять тысяч, но не успеваем добраться до своей базы, как жуки получают пополнение. представьте себе жука, который заведует населением. Вот он звонит подчиненному и распоряжается «Джо, десять тысяч яиц на разогрев, солдаты нужны к среде». И передая инженерам, чтобы запустили резервный инкубатор из 14 по 18, нас завалили заявками. Я не утверждаю, что происходило именно так, но ведь главное результат. Не стоит полагать, что жуками движет слепой инстинкт, как термитами или муравьями. Они не глупее нас, потому что безмозглые расы космических кораблей не строят. А по части управления так вообще далеко впереди. На обучение рядового солдата индивидуальному бою и действиям в составе подразделения мы тратим минимум год, а жучин и воин с этими знаниями и навыками сразу вылупляется из яйца. Каждый раз, когда мы убивали тысячу жуков, но теряли это означало победу противника по очкам. Мы выяснили, заплатив дорогую цену, насколько эффективным может быть тотальный коммунизм, если народ приспособлен к нему эволюции. Своих солдат жучины и комиссары расходуют с той же беспечностью, с которой мы расходуем патроны. Пожалуй, нам следовало догадаться об этом раньше, вспомнив, чего стоил русско-англо-американскому союзу конфликт с китайской гегемонией. Но у урока в истории есть известный недостаток. Лучше всего они усваиваются уже после того, как тебе пустили ёжку. Но всё же мы учились. После каждой стычки по космофлоту распространялись технические инструкции и тактические пособия. Мы наловчились отличать рабочих от воинов. В принципе, можно приглядеться к форме панциря, но в бою на это нет времени. Если жук бежит к тебе, это воин. Да, можешь даже развернуться к нему спиной. Мы поняли, что даже на воина не стоит тратить боеприпасы, когда он не нападает. Лучше прокрасться за ним в логово. Обнаружил нору, бросая в неё газовую гранату. Через несколько секунд она тихо выпустит маслянистую жидкость, та превратится в нервный газ, опасный для жуков и безвредный для людей. Газ этот намного тяжелее воздуха, ход в нору мощным взрывом. Нам никак не удавалось выяснить, достаточно ли глубоко проникал газ, чтобы ликвидировать цариц, но противнику эта тактика определенно не нравилась. Наша разведка получила подтверждающие сведения и от скинов, и от пехотинцев, которым удалось спуститься вслед за жуками. С помощью газа мы полностью зачистили вражескую колонию на Шиоле. Возможно, жукам удалось эвакуировать царицы-мыслителей, но, по крайней мере, мы научились наносить им урон. Для нас, сорвиголов, эти газовые бомбежки были, по сути, разновидностью муштры. Начальство требовало, чтобы отделение четко выполняло задачи, соблюдали чередование действий и скакали голопом. Ну вот, пришла пора отправляться к заповеднику. Капсулы — это расходный материал, как вручимая пехота. И когда они заканчиваются, надо было возвращаться на базу, пусть даже чайенковские генераторы позволяют еще дважды облететь галактику. Незадолго до этого пришла депеша. Наш Желли получил лейтенантское звание и должность расшака. Желли и рад бы дальше жить тишком, но капитан Делудрие огласила приказ и потребовала, чтобы новый испеченный лейтенант питался в носу корабля вместе с другими офицерами. Мы уже успели побывать на нескольких боевых операциях с Желли в качестве командира взвода и привыкли обходиться без лейтенанта. Это стало рутиной, хоть боль и не ушло. И вот Желл получает офицерские шпалы и встает вопрос, а не пора ли нам переименоваться? Уж такой обычай в мобильной пехоте. Подразделение носит имя своего командира. Когда эта идея созрела в наших головах, Джонсон, как самый старший по званию, решил донести ее до Джелли и для моральной поддержки прихватил меня. «Вам чего?» прорычал Джелли. «Э, сержант, то есть лейтенант, мы тут подумали о чем?» «Да вот, учитывая обстоятельства, ребята решили... Короче, теперь мы могли бы называться ягуарами Джелли». «Значит, подумали, решили?» «Да». «И многим ли понравилось это название?» «Единогласно», ответил Джонсон. «Вот как. Ну, раз так будем считать, что 52 за и один против». «Этот один против» перевесил. Больше никто эту тему не поднимал. «И вот мы на орбите заповедника. Какое счастье. У нас на борту вырубилось на двое суток внутреннее гравитационное поле, и пока старший механик его восстанавливал, мы жили в невесомости, а я ее ненавижу. Настоящим астронавтам, надо сказать, я так и не стал. Гарунт под ногами, вот это по мне». Весь взвод получил десять суток на отдых и перебрался в казарму. Я так и не узнал координат заповедника и номер звезды из каталога, вокруг которой он обращается. Чего не знаешь, того не выдашь. Место нахождения планеты ультра-сверсекрет, оно известно только командирам кораблей, офицерам-пилотам и еще кое-кому. Надо полагать, всем им строжайше приказано, даже гипнотически внушено, покончить с собой при угрозе пленения. Поэтому я не просто не знал, я не хотел узнать. Если враг захватит лунную базу, если даже оккупирует саму Землю, это не будет означать неминуемого поражения, при условии, что удастся переправить на заповедник необходимые ресурсы. Но рассказать, что представляет собой эта планета, я могу. Она похожа на Землю, только очень-очень отсталая. Отсталая в буквальном смысле, как ребенок, за 10 лет научившийся махать ручкой и говорить пока-пока, но так и не освоивший лепку куличиков. Планета и впрям похожа на Землю, как родная сестра, и у нее, если верить планетологам тот же возраст, а если верить астрофизикам, то и звезда того же типа, что и наше Солнце. Заповедник богат флорой и фауной, состав его атмосферы почти идентичен земному, климат тоже близок к нашему. Есть даже приличных размеров Луна и совершенно земные приливы. Со всеми этими достоинствами планета так и застряла в стартовых воротах. Это из-за недостатка мутаций. Уровень естественной радиации там гораздо ниже нашего. Типичное и наиболее развитое растение заповедника это примитивные гигантские папоротники. В животном мире вершину занимают протонасекомые, которые даже еще не организовались в колонии. О перемещенной земной флоре и фауне я не говорю. Все туземное с легкостью уступает нашему жизненное пространство. Без радиационной подпитки частота мутаций крайне низка, а следовательно эволюционный прогресс ничтожен. Местные формы жизни на заповеднике не получили достойного шанса развиться до уровня наших и победить в конкурентной борьбе. Относительно долгое время их генотипы оставались неизменными, организмы не приобрели способности адаптироваться. Вообразите себе казино, где за всеми столиками снова и снова разыгрывается одна и та же партия в бридж, и это продолжается тысячелетиями, и никакой надежды увидеть что-нибудь поинтереснее. Все это не имело значения, пока местные виды соперничали только друг с другом, их мышиная возня могла бы продолжаться вечно. Но вот в экосферу вторглись виды, прошедшие суровую школу выживания на планете с высоким радиационным фоном, и туземная жизнь оказалась обречена. Вышеизложенное теперь прекрасно объясняется в школьных учебниках биологии, а тогда высокий научный чин с исследовательской станцией, поведавшей мне о проблемах заповедника, высказал идею, до которой я сам ни по чем бы не додумался. Что будет с людьми, которые колонизировали заповедник? Не с временными жильцами вроде меня, а с теми, кто уже пустил там корни колонистами в нацатом поколении. Отсутствие радиации им не вредит, совсем даже напротив. Здесь почти неизвестны лейкемия и некоторые другие виды рака. Экономическая ситуация близка к идеальной, чтобы вырастить урожай, даже не надо бороться с сорняками. Земная пшеница легко вытесняет любые местные растения. Но потомки колонистов не эволюционируют. Вернее, они эволюционируют крайне слабо. Тот дядька мне объяснил, что небольшие мутации все же будут, благодаря таким факторам, как эмиграция, дающая новую кровь, и, естественно, отбор из уже имеющихся генотипов. Однако скорость здешней эволюции ничтожна в сравнении с земной или со среднестатистической для обычных планет. Так каковы же перспективы? Неужели население заповедника навсегда застряло на нынешнем уровне развития? Неужели оно вскоре безнадежно отстанет от человечества и уподобится реликтовым гоминидам, столь же неуместными в современном мире, как пятикантропы на борту космического корабля? А может быть, заботясь о судьбе потомства, оно, это человечество, будет регулярно подстегивать себя дозами рентгена? Или даже ежегодно взрывать грязные атомные бомбы, пополняя запас радиоактивных веществ в атмосфере, при этом меряясь с непосредственной опасностью облучения для него самого? Ученый полагал, что на подобные крайние меры его сограждане не пойдут. По его словам, человеческая раса слишком эгоистична, слишком озабочена собственным благополучием, чтобы всерьез печься о будущих поколениях. Большинство людей просто не способны понять, чем опасно для далеких потомков отсутствие радиации. Угроза им кажется чисто умозрительной, не существующей в реальности, ведь эволюция идет слишком медленно. Даже на Земле для появления новых видов нужны многие тысячелетия. я не знаю, прав он или нет. Свою-то судьбу не всегда угадаешь. А уж предвидеть будущее далекой космической колонии, но в одном я не сомневаюсь. Рано или поздно заповедник будет полностью заселен. Не нами, так жуками. Ну или еще кем-нибудь. Это же потенциально утопия. В этом конце галактики такая элитная недвижимость дефицит, и она, разумеется, не останется в собственности у примитивных форм жизни, которым не повезло с развитием. Это местечко уже сейчас восхитительно. А по части отдыха и развлечений оно с легкостью заткнет за пояс большинство земных курортов. Немаловажен тот факт, что на заповеднике уйма гражданских свыше миллиона. И это очень даже неплохие ребята для шпаков. Они были в курсе, что идет война. Чуть ли не половина взрослого населения работала на нашей базе и военной промышленности. Остальные производили сельскохозяйственную продукцию и поставляли ее флоту. Скажите, это корыстный интерес? Может и так, но надо отдать им должное. Они уважали мундир и не питали ни приезни к тому, кто его носил. Совсем напротив. Когда мобильный пехотинец входил в какое-нибудь заведение, владелец говорил ему «Сэр!» и без издевки. Хотя и пытался при этом втюхать что-нибудь бесполезное по заоблачной цене. Но самое главное, половина населения была женского пола. Чтобы по достоинству оценить это обстоятельство, нужно полетать с моим. В дальнем рейде с нетерпением ждешь карула, когда два часа из каждых шести ты стоишь, прислоняясь спиной к тридцатой переборке и жадно ловишь отзвуки женских голосов. Наверное, на кораблях с полностью мужским экипажем в этом отношении проще, но я попал на Роджер Янг. Приятно все-таки осознавать, что ты воюешь не зря, что высшая цель существует, что она не плод воображения. Помимо того, что на заповеднике прекрасный пол составлял 50% населения, около 40% женщин носило форму федеральной службы. Суммируйте эти факты, и вы получите самую очаровательную картину в освоенной части Вселенной. К этим великолепным естественным достоинствам следует добавить искусственное. Инфраструктура отдыха и развлечений на планете не имела себе равных. Такое впечатление, будто бы большинство гражданских подвязались на двух работах. Кочуя из дневной смены в ночную, они до темных кругов под глазами старались доставить радость служивому человеку. По обе стороны Черчилль Роуд, что соединяло базу с городом, впритык стояли увеселительные заведения, где военные безболезненно расставались со своими деньгами. Да и на что еще тратить жалования, если не на восстановление сил, игры и музыку. Но если же вам удавалось избежать этих ловушек, конечно, благодаря не избытку воли, а стремительному опустошению кармана, то в городе хватало других заведений, почти столь же интересных и даже с девочками, где заботами дружелюбного населения нас обслуживали бесплатно. Вроде того, центр развлечений в Ванкувере, но гораздо-гораздо гостеприимнее. Заповедник, а особенно город Испириту Санта, настолько мне полюбился, что я даже на какое-то время согревал себя надеждой осесть после отставки в этом идеальном для жизни месте. И плевать, что мои потомки, если они вообще появятся, через 25 тысяч лет будут ходить с длинными зелеными усиками на манер здешней фауны. Тот профессор с исследовательской станции не сумел меня запугать разговорами про радиацию. Окружающие картины говорили о том, что рот человеческий уже достиг абсолютного эволюционного пика. Наверняка подобной иллюзии бородавочник джентльмен питает к бородавочнику леди. Но если мы оба и заблуждаемся, то делаем это искренне. Помимо общения с противоположным полом хватало и других развлечений. С особенным удовольствием я вспоминаю дружескую дискуссию между сорвиголовами и компанией флотских, нет, не с Роджера Янга, сидевших за соседним столом. Спорили мы оживленно и, пожалуй, чересчур шумно. Поэтому наряд военной полиции вынужден был вмешаться и с помощью парализаторов воспрепятствовать переходу пикировки в горячую фазу. Обошлось без последствий, но разве что мы заплатили за мебель. Комендант базы придерживался мнения, что солдату на отдыхе позволительная некоторая свобода. Конечно, если он помнит про 31 жесткую посадку. Понравились нам и казармы. Они были без излишеств, но удобны, с круглосуточно работающей столовой и гражданским персоналом. Ни подъема, ни отбоя. Ты полностью предоставлен себе, можешь вообще не появляться в расположении. я этим разрешением не воспользовался. Глупо же платить за гостиницу, имея бесплатное чистое жилье с мягкой койкой. Потратить накопленные денежки на заповеднике можно с большим толком. Способов предостаточно. Очень радовал и лишний час в сутках, это означало девять часов, но сон не в ущерб дню, и впервые за все время прошедшее после операции жучины дом мне удалось отоспаться. В сущности, казарма и была гостиницей. Мы с Тузом получили комнату на двоих в отведенной для унтеров части здания. Однажды, когда наш замечательный отпуск уже подходил к концу, я бы так и продрыг до местного полудня, но Туз потряс мою койку. — Подъем, солдат, жуки атакуют. Я сказал ему, куда ему валить вместе с этими жуками. — Пошли, оттянемся, — настаивал он. Я пустой. Накануне вечером у меня было свидание с одним химиком, разумеется, женщиной, причем прелестной, с исследовательской станцией. На Плутоне она познакомилась с Карлом, и тот в письме посоветовал навестить ее, если доведется побывать на заповеднике. Она оказалась стройна, ржеволоса, в общем, дорогое удовольствие. Должно быть, Карл ей намекнул, что у меня деньги жгут карман, и она не упустила возможности исполнить свою мечту — отведать местного шампанска. Я не огорчил Карла признанием, что располагаю только жалованием пехотинца. Дама получила шампанско, а я пил свежий ананасовый сквош. Это название никоим образом не соответствует содержанию. В итоге мне пришлось возвращаться пешком, потому что таксисты не возили даром. И все же я не жалел о понесенных расходах. В конце концов, что такое деньги для пехотинца? Пыль. Это я, конечно, о жучиных деньгах. Не переживай, сказал Туз. Выручу, мне вчера пофартило. Попался флотский лопух, незнакомый с покерной математикой. Так что я встал, побрился, принял душ, и мы с Тузом пошли в столовую. Там взяли полдюжины натуральных яиц, картошки, ветчины, ладьев и еще всякой всячины. Замырив червячка, мы решили прогуляться по Черчилль Роуд и где-нибудь по пути заправиться уже как следует. Было жарко, и вскоре Туз предложил зайти в контину. Мне было интересно, настоящий ли там ананасовый сквош. Он оказался ненастоящим, но, по крайней мере, холодным. Что ж, нельзя требовать от жизни слишком многого. Мы обсудили этот вопрос, и Туз заказал нам еще по стакану. Я попробовал земляничный сквош и тоже подделка. Глядя свою посудину, Туз вдруг спросил, а у тебя не возникало желания выучиться на офицера? Что? опишел я. Да ты спятил. Вовсе нет. Джонни, похоже, эта война надолго. Как бы не успокаивала пропаганда и этот ваш арестович нашу родню, мы-то с тобой видим, жуки не собираются сдаваться. Так отчего бы не подумать о будущем. Верно же сказано, в оркестре легче махать дирижерской палочкой, чем таскать большой барабан. Я прямо оболтел. Чего-чего, но таких разговоров от Туза я не ожидал. «А сам-то?» спросил я. «Ты сам не хочешь подняться в чинах?» «Я?» пробормотал он. «Сынок, прозвони свои цепи, они дают ложную информацию. У меня образования нет, я на десять лет старше. А твой аттестат позволяет поступать в офицерскую школу, да и по IQ ты соответствуешь. Если перейдешь на контрактную службу, наверняка сержантское звание получишь раньше меня, а уже прямо на следующий день сможешь отправиться в офицерскую академию?» «Нет, слушай, ты точно свихнулся. Послушай папочку. Как ни противно это признавать, но ты достаточно глуп, ретив и честен. Из таких и получаются офицеры, за которыми солдаты готовы сдуру лезть в пекло. Что до меня, то я прирожденный унтер. Пессимисты вроде меня нужны для того, чтобы охлаждать энтузиазм таких, как ты. Когда-нибудь дослужусь до сержанта, наберу двадцатилетний стаж и уйду в отставку. Устроюсь на работу, зарезервированную для нашего брата, в полицию или куда-нибудь там еще, женюсь на симпатичной толстушке с простыми, как у меня, вкусами, буду рыбку ловить, болеть за что-нибудь спортивное и стареть в свое удовольствие. Тут сделал паузу, чтобы промочить горло, а ты, продолжал он, ты останешься в армии, дослужишься до высоких чинов и примешь геройскую смерть на поле брани. А я об этом прочту в газете и скажу гордостью. Я ведь знаю этого парня, я даже деньгами ему помогал, когда мы были капралами. Что скажешь? Никогда не думал об офицерской карьере, медленно проговорил я. Я хотел только срочку отслужить. Он кисло ухмыльнулся. Да? А ты можешь вспомнить, когда домой отправился последний отслуживший срочник? Ты веришь всерьез, что отделаешься двумя годами? Он был прав. Война в разгаре и дембель не светит, по крайней мере, для пехотинцев. Но ведь важно, с какой стороны смотреть на ситуацию. Я могу мечтать вслух, вот закончится чертова война, а контрактник так никогда не скажет. Да, мы срочники, тоже не можем рассчитывать на своевременную отставку. Но если перейти на постоянную службу и не отбарабанить двадцать лет, в этом случае с обретением полноценного гражданства могут возникнуть серьезные проблемы, хоть армия и не вправе удерживать в своих рядах человека, который решил уволиться. Да, похуже, впрямь не стоит рассчитывать на своевременный дембель, согласился я. Но война, она же не может длиться вечно. Ты думаешь, не может? А с чего бы ей затягиваться? Да будь я проклят, если я знаю. Мне о таких вещах не докладывают, но вижу. Джонни, тебя что-то беспокоит. Девушка ждет? Нет. Ну, вообще-то была, медленно ответил я. Но она написала мне, дорогой Джонни. Я не солгал, а всего лишь слегка приукрасил. Потому что Туз, похоже, рассчитывал услышать нечто в этом роде. Кармен не была моей девушкой, и она вообще никого не ждала. Но все ее письма начинались словами «Дорогой Джонни». Правда, писем этих было раз-два, я пчелся. Туз глубокомысленно кивнул. Ну да, все они такие. Если замуж, то за цивильного. Ведь плохо, когда хочется поскандалить с мужем, а его рядом нет. Не горюй, сынок, вернешься на гражданку, сможешь выбирать из толпы невест. Да и не в сопливом возрасте надо этим заниматься. Брак — катастрофа для молодого, но спасение для старого. Он посмотрел на мой стакан. Слушай, мне муторно глядеть, как ты лакаешь эту бурду. А то, что пьешь ты, между прочим, выглядит не менее тошнотворно. Он пожал плечами. У каждого свои причуды. Ты подумай над моими словами. Подумаю. Вскоре туз ушел играть в карты, подкинул мне деньжат, а я отправился на прогулку. Мне и впрямь надо было подумать. Военная карьера, если оставить в стороне офицерские звания, да так уж ли она привлекательна. И ради чего вообще я пошел служить? Ну, конечно, ради полноценного гражданства. А если я переведусь на постоянную службу, гражданских прав у меня будет не больше, чем у любого неслужившего шпаг. Пока ты носишь мундир, ты не избиратель. Конечно, иначе и быть не может. Пусти сорвиголов к избирательным урнам. Эти болваны чего доброго проголосуют против боевых операций. Такого позволить нельзя никак. Или я в армии вовсе не для того, чтобы получить право голоса? Я задумался ли когда-нибудь об этом? Нет. Меня манил престиж, статус. Быть гражданином — это честь. Что, если я себя обманываю? Хоть убейте, я не мог вспомнить, по какой причине пошел служить. Но уж точно не ради права избирать и быть избранным, без которого ты якобы не гражданин. Наш лейтенант был гражданином в самом лучшем смысле этого слова, хотя я не дожил до получения документа, позволяющего голосовать. Он голосовал каждый раз, когда шел в бой. И точно так же голосую я. В голове зазвучал голос полковника Дюбуа. Гражданство — это мироощущение, это состояние ума, это эмоциональная убежденность в том, что целая — больше часть, и что часть должна испытывать скромную гордость, жертвуя собой ради существования целого. Я по-прежнему не знал, хочется ли мне собственным телом заслонить дом родной от бедствий, который несет война. По-прежнему при десантировании меня люто колотил мандраж, и это, скажу я вам, было всем бедствием бедствия. Ну, по крайней мере, я теперь понимал, о чем говорит полковник Дюбуа. Мобильная пехота — это мое. Я принадлежу ей, и мы с ней одно целое. Я пока слабо представляю себе, что такое патриотизм. Он слишком велик, его не охватишь взглядом. Но мобильная пехота, да, это моя среда обитания. Она мне заменила семью. Раньше у меня не было братьев, а теперь они есть. Даже с Карлом я не дружил так, как с этими парнями. Расставшись с ними, я просто-напросто пропаду. Так почему бы не пойти на сверхсрочную? Хорошо, допустим. И все-таки, как насчет офицерской карьеры? Может быть, это не такая уж и чепуха? Пожалуй, я могу представить себя на 20 лет старше с орденскими планками на груди и в домашних тапочках, как описал Туз. Или вечерком в доме ветеранов мы с бывалыми людьми придаемся воспоминаниям. Но офицерская карьера? Помнится, как-то на посиделках Эл Дженкинс заявил, я рядовой, и меня это вполне устраивает. От рядового ничего не ждут. Зачем идти в офицера? Или хотя бы в сержанты? Ты дышишь тем же воздухом, что они. Ты ешь ту же самую еду, ты прыгаешь на тот же грунт, но при этом у тебя не болит голова. Наверное, Эл был прав. Что мне дали шевроны, кроме бесконечных нахлобучек? Тем не менее, я знал, предложить сержантское звание не откажусь. Да и хотел бы отказаться, кто бы мне позволил. Нету пехотинца такого права. Он идет, куда прикажет и бьет, на кого покажут. И не спорит, когда его повышают по службе. А впрочем, это не мой случай. Мне ли мечтать о том, чтобы сравняться с лейтенантом Расшаком? Прогуливаясь, я вдруг обнаружил, что ноги, будто по собственной воле, привели меня к школе кандидатов в офицеры. По плацу трусой бегала рота кадетов. Совсем так же, как мы в лагере Артура Курье. Прикрывало солнышко и было уютно почти так же, как на посиделках в десантном отсеке Роджио Янга. Я-то свое отбегал в учебке, на что до строевой, то на корвете мы маршируем только до тридцатой переборки. Вся моя муштра осталась в прошлом. Я полюбовался кадетами в пропотевшей форме, послушал оравших сержантов. Все как в старые добрые времена. Тряхнув головой, я двинул к казарме отпускников. Там вошел в офицерское крыло, разыскал комнату Джелли. Он был у себя. Закинув ноги на стол, читал журнальчик. Я постучал в дверной косяк. Джелли поднял глаза и прорычал. «Чего тебе?» Сержант, то есть лейтенант, не телись. «Сэр, я хочу подписать контракт». Он убрал ноги со стола. «Подними правую руку». Джелли привел меня к присяге и из ящика стола вынул бумаги. Мой контракт, оказывается, уже был готов. Он ждал только мои подписи. А я ведь ни словечко не сказал Тузу о своем решении. «Каково, а?»